Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили на заседании по эпидемиологической ситуации, прошедшей под председательством заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Как отметил заместитель губернатора Павел Креков, сегодня можно констатировать, что эпидемия гриппа находится на спаде. Пик заболеваемости гриппом ОРВИ уже пройден, причем прошли его достаточно спокойно. Количество заболевших пневмонии, а это гриппозное осложнение, в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Свою роль сыграло то, что 50% свердловчан были вакцинированы. По состоянию на 20 января жители Свердловской области поставили более 2 миллионов прививок. Я смотрю с осторожным оптимизмом на ближайшие дни и будем надеяться недели, хотя вирус – дело коварное. И очень многое будет зависеть от того, насколько мы будем соблюдать меры профилактики и адекватно реагировать на то, что происходит. Заместитель губернатора также напомнил, что в регионе продолжается работа по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. У нас на территории области не зарегистрировано случаев коронавируса. Да, у нас действительно сегодня работает один обсерватор, я надеюсь, в ближайшее время в нем уже не будет необходимости, потому что пройдет карантинный срок. Там совершенно здоровые люди, на что я хочу обратить внимание. Вообще в обсерватор помещаются здоровые люди. У нас достаточно много людей находится под домашним наблюдением по месту их жительства. Они тоже здоровые, но, тем не менее, находятся в течение двух недель под таким домашним наблюдением. Это создает определенную подушку безопасности, потому что действительно надо быть бдительным и лучше что-то сделать дополнительное, нежели не сделать. Вот, повторюсь, никаких новых обсерваторов мы нигде не планируем открывать, поэтому фантасты пусть занимаются своим делом, а нам нужно заниматься профилактикой гриппа. Всем посоветую не забывать об этих самых мерах и о проветривании помещения, о мытье рук и о многом другом. И хочу всем пожелать здоровья, всего доброго. Добавим, что сейчас под наблюдением остаются порядка 600 человек, прибывших из Китайской Народной Республики. Все находящиеся на обсервационном контроле и под медицинским наблюдением граждан Китая здоровы. Результаты анализов на вирус отрицательные.